Как помочь детям снять напряжение, выплеснуть агрессию? Конечно, это можно сделать через игру. Я Карина Данилова, психолог, развитие и консультант по детско-родительским отношениям. В своем блоге рассказываю о важном во взаимодействии с вашими детьми. Если актуально, подписывайтесь. Обычно у каждого человека есть ведущая часть тела, которая действует в момент агрессии. Руки махать, кидать, пальцы царапаться, рот кричать, кусать, ноги пинать, биться. Сегодня поговорим про пальцы. Какими же играми можно снимать напряжение с этих зон? Например, игра царапки. Царапать кожу, замшу, какую-то ткань. Игра с воском. Взять воск от свечи, накапывать его на разделочную доску и царапывать его оттуда. Сминать фольгу вокруг маленьких игрушек. Пластилиновые картины, любые взаимодействия с песком, ковыряние лопатками, пальчиками, всем чем угодно. Это можно делать даже дома с кинетическим песком. Щелчком бросаем предметы какие-то маленькие. Рвать, мять, комкать бумагу. Посмотрите, что идет первым в ход у вашего ребенка при агрессии. Обычно выбирает именно тот путь снатия напряжения, который ему необходим. Пишите в комментариях, про какую часть тела поговорить в следующий раз. Спасибо. Продолжение следует...